20 января около 7 часов вечера в условиях обильного снегопада и плохой видимости на 50-м километре автодороги Дюртюли-Нефтекамск произошло столкновение автомобиля «Фиат Альбео» под управлением 27-летней жительницы Уфы, которая двигалась со стороны Нефтекамска в сторону Дюртюли, с автомобилем «Газчайка-сервис», за рулем которого находился 51-летний житель Нефтекамска. В результате ДТП водитель «Фиат Альбео» с серьезными телесными повреждениями госпитализирована в центральную городскую больницу. Со слов второго участника происшествия, девушка не справилась с рулевым управлением и выехала на полосу встречного движения. Обращаясь к водителям, напоминаю, что согласно пункту 10.1 правил дорожного движения, водитель должен ввести транспортные средства со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности состояния транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности, видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований правил. При возникновении опасности задвижения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства. На территории района также продолжается проведение профилактических мероприятий, встречная полоса и должник. В результате проверок сотрудниками ГИБДД отдела МВД по Краснокамскому району было выявлено 83 административных правонарушений. 11 водителей нарушили требования правил дорожного движения в части выезда на полосу, предназначенную для встречного движения. Три водителя нарушили правила перевозки детей в салоне автомобиля. За управление транспортом средств на состояние алкогольного опьянения задержаны два водителя. Девять водителей были привлечены к ответственности за несвоевременную уплату ранее наложенного на них административного штрафа. Сотрудники Государственной инспекции напоминают, что неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный законом, влечет наложение административного штрафа в двухкратном размере суммы неуплаченного штрафа, но не менее 1 тысячи рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательная работа на срок до 50 часов.